Нам говорят, что официальная история такая, что в 13 веке Батый Киев на Днепре разорил, 300 лет его не было, и в 16 веке его вдруг, как феникс из пламени, он вдруг возродился. Через 300 лет. С чего вдруг? И тогда Батый послал вот этих своих послов с каким-то предложением. Скорее всего, он хотел доступ в Северную Балтику, потому что Южную Балтику он Польшу и так похорил, у него был выход в море, значит, Балтику. Ну, может быть, он хотел куда-то дальше торговать, еще что-то контролировать Батый. И вот своих послов заслал, а им секир башка. Все, вот и в этом история Киева и закончилась. Чтобы люди просто поняли масштаб проблемы. То есть не надо думать, что все так просто с Киевом. Нет, далеко не все так просто. Как там у Высоцкого? Все мозги разбил на части, да? Да. Все извилины заплел. Слышал много версий про славный город Киев. Что только про него не говорят. И построил его вот этот, и сделали его вот этот. И там он находился, и там он не находился. И времен ему много. И совсем недавно сделан. Вот поясни, пожалуйста, свою точку зрения. Что же такое за интересный город Киев? Когда он появился? Какая у него история, прошлое? Кто его делал? Для чего? И так далее и так подобное. Значит, тема Киева, она действительно очень сложная. Историки об этом, конечно, знают, что у нас огромное количество топонимов, населенных пунктов, названия рек, летописных. Они являются предметом исторического дискурса на определенные, на многие десятилетия и столетия. Многие города не могут найти, потом находят, потом опровергают эти точки. Это исторический спор длится очень долго. Касается это даже таких крупных городов, как Киев. Мы все привыкли и думать, что летописный Киев, древний Киев, который мы все хорошо знаем, это современный Киев на Украине в среднем течение Днепра. Но на самом деле это далеко не так. Не то, что не так, а может быть не так. Потому что мы, кинохроники, к сожалению, не сохранилось. Все, что мы, и официальная версия, и неофициальная версия, это в той или иной степени все какие-то домыслы, предположения, набор одних факторов и отрицание других факторов. Соответственно, в другой копилке эти факторы перевешат, а эти, в общем, такой баланс. На сегодняшний день существует как бы четыре версии вот этого местонахождения так называемого древнего летописного Киева. Первая всем известная, это современный Киев на Днепре. Вторая версия, значит, ну, три оставшиеся, они так называемые альтернативные. Одна из них, это современный Архангельский, где-то в тех краях. Вторая версия, это устье Аки при впадении в Волгу или где-то в этих краях. И третья версия, это где-то в районе современного Санкт-Петербурга. Почему так? Какие, значит, слагательные в пользу той или иной версии, чтобы все понимали. Значит, дело в том, что сама история летописного Киева в среднем в течение Днепра опирается, по сути, на два, ну, может быть, там, несколько документов, которые вот на пальцах одной руки. И они все сомнительные. То есть, из них нет ни одного достоверного. То есть, уровня такого, чтобы с печатью, значит, с архива, полка такая, такого нет. Если мы возьмем поиск временных лет, откуда мы узнаем про существование летописного Киева, то есть несколько ее вариантов, этой поиски временных лет. Почему ее поиск временных лет? Она еще называется киевской летописью, потому что именно там прописан вот этот самый Киев на Днепре. И все князья Днепру, вот эти киевские. То вот этот вот поиск временных лет, изначально она в Россию попала, так называемый, разивиловская летопись, разивиловский список. Значит, попала в Россию эта разивиловская летопись две версии. Первая версия, что ее привез Петр I из Великого посольства. Вторая версия, что этот трофей в результате Семилетней войны, это уже середина XVIII века, то есть на 50 лет позже. Значит, достоверные историки спорят, когда эта разивиловская летопись попала к нам. То есть до этого момента никакого повести временных лет не было, и никакого летописного киева, соответственно, не было. Есть еще так называемая Лаврентьевская версия и Епатьевская версия. Значит, одна из них, это самый достоверный, я не говорю там, как сейчас понасчитали, там еще шарик был тепленький. Нет, именно достоверный, когда задокументированный, одна из них это 1792 год, а вторая 1809. То есть уже XIX век. То есть вот до этого момента ни о каком летописном Киеве в среднем течение Днепра никто не знал, за исключением одного документа. Есть еще так называемый, значит, киевский синопсис. После присоединения Украины к России в 1642 году, помните, Богдан Хмельницкий, вот это все. Там для местной паства потребовалось написать древнюю историю. И вот на основе польских источников, там основа было два польских источника, был составлен, вот в Киево-Петерской лавре был так называемый киевский синопсис составлен. Его, по-моему, впервые опубликовали, если память не ошибается, в 1674 году или в 1775, то есть в самом конце XVII века. Он опубликован, и вот там, по сути, вот этот киевский синопсис, это вся история древнего Киева, всех киевских князей. То есть, если мы убираем вот эти вот документы, то по всем остальным документам никакого Киева в среднем течении Днепра мы знать не будем. Если мы возьмем новгородские летописи, владычную летопись, там первую новгородскую и так далее, да, то там все те же самые персонажи, они будут в совершенно других местах. Например, по киевской летописи князь Олег Вещий, которого змея укусила, значит, он похоронен на горе Шиковица в Киеве в самом, то по владычной летописи, новгородской летописи, он похоронен в Старой Ладоге, у нас здесь вот под Петербургом, 100 километров от Перебыва встала, измея его здесь же и укусила. И если вы сейчас возьмете, у каждого у нас есть телефон, набираете в Яндекс.Навигаторе, могила Вещего Олега, он вам не покажет в Киеве, он вам покажет могилу Вещего Олега, которая находится именно здесь, у нас в Старой Ладоге. То есть, это для затратки, чтобы вы понимали, да. Если мы возьмем псковские источники, да, великая княгиня Ольги, то еще в 20-е годы 20 века, то есть 100 лет назад, местные краеведы и местные учителя рассказывали о том, что княгиня Ольга жила, правила Пскови. И никогда ни в каком среднем течение Днепр, она там отрадясь не была. Она жила здесь, приняла христианство здесь, здесь же и умерла, и отсюда и правила. Если мы возьмем, откуда у нее название, у этой книги, имя Ольга, да, то историки тоже спорят, никто не знает, почему она, то ли по отцу, то ли по мужу, то ли по брату, то ли еще по каким-то причинам. Потому что в девичестве у нее было, опять же, либо Преслава, либо Прекраса. Тоже есть, никто не знает, вот Атищева, она Прекраса, у других историков она Преслава, никто не знает, как ее на самом деле звали. Но сама она у сосуда, Сотгарди, это Псковская, это современная пограничка, это Изборск, это граница Латвии и Псковской губернии современной. Ну вот, то есть, это для затравки, чтобы вы понимали масштаб проблемы, то есть, не все так просто. Если мы возьмем историю, значит, Батыева похода, он же Баты Киев сжег, да, разорил, как нам известно. Собственно, история летописного Киева заканчивается на том, что Баты его разорил, и после этого, аж до середины 16 века, тишина про Киев на Днепре, никто ничего не знает. Нам говорят, что официальная история такая, что в 13 веке Баты Киев на Днепре разорил, 300 лет его не было, и в 16 веке его вдруг, как феникс из пламени, он вдруг возродился. Через 300 лет, с чего вдруг. Если мы будем читать не современные Википедии или какие-то учебники по истории похода Батыя, а возьмем историков 17 века, польских или наших, российских, того же Лызлова, которого я уже сегодня говорил про него, Андрей Иванович Лызлов, да, это историк конца 17 века, который написал книгу «Скиевская история», которую закончил он в 1692 году. Так вот, согласно этой книге, получается следующим образом. Значит, Баты, во-первых, по Лызлову Баты жил на Волге, вот эта вот Великая Орда, которую мы сейчас Золотая Орда знаем, да, она образовывалась в результате слияния Болгарии, Волжки-Булгарии, сейчас мы которую знаем, да, и так называемой Заволжки Орды. Вот когда объедилась Болгария и Заволжская Орда, появилось государство с названием Большая Орда или Великая Орда. Европейцы ее начали называть Золотая Орда. Потом, уже начиная с Татищева и дальше, вот этот европейский вариант, слово Золотая Орда перекочевал уже в российские исторические круга, и мы ее тоже переняли от европейцев и знаем ее как Золотая Орда. Хотя сами татары, они так и своего государства не называли. Они ее называли Большая Орда или Великая Орда. И столица сарая у них была не на Ахтубе, как сейчас по современной версии истории, а на Урале, на реке Урал, Яйк. Батый свой поход начал с Волги. Он поднялся по Волге до Устя Камы, по Каме дошел до Рязани, разорил Рязань, прошел дальше до Коломны, оттуда по реке Москве поднялся до Москвы, разорил Москву, дальше по Клязьме пришел на Владимир, разорил Владимир, дальше поднялся веером, захватил всю Среднюю Волгу и Верхнюю, и по Волге уже пришел до Твери и дальше до Торжка. После Торжка он дошел, такой есть населенный пункт Дергач-Крест, это не доходя 100 километров до Великого Новгорода на Волхе, туда дошел, потом резко убежал оттуда. Он ушел на Козельск, и вот историк 17 века Лызлов пишет два варианта, где этот Козелец находился. Ну, современный Козельск, Козелец. Один под Киевом, пригород Киевом, а второй это, значит, современный Козельск, который между Брянском и Москвой посредине. Так вот, вот этот вот Козелец Батый осаждал 7 недель, 7 недель Полызлову, а все остальные города он брал за 1-2-3 дня. Владимир пал там за 4 дня, Торжок он взял на скоком приступом, а современные историки говорят о какой-то двухнедельной осаде Торжка. То есть, понимаете, там много нестыковок. Ладно, мы к Киеву возвращаемся. Так вот, это был 1838 год. Батый вернулся, разорил вот эту вот всю Волгу по Волге. Ой, 1238 год. 1237 декабря, 21 декабря Рязань сжег, и вот потом январь, февраль, и в марте вернулся к себе на Волгу. То есть, это по официальной истории и по Лызлову точно так же. То есть, он пробежался по всей Волге. Там был такой Юрий Вселович, князь московский, вот он за ним гонялся. Пока вот он от него бегал, 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 потом он его все-таки догнал, там была битва на реке Сид. И вот потом до Торжка вернулся и по дороге взял Козелец вот этот 7 недель. Что он ему там забыл этот 7 недель? Ну, короче, вернулся на Волгу. На следующий год он пошел в среднее течение Днепра и разорил Чернигов и Переиславль. Так вот, если мы возьмем карту, вот у нас здесь вот Киев, выше него 100 километров, 120 километров находится Чернигов, а на юг, там же, это все на Днепре, на 80 километров находится вот этот самый Переиславль. Он разорил все вот это среднее течение Днепра, но Киева он не нашел. Плохо искал, что ли? Вот именно, да, то есть мы сначала, то есть понимаете, Батый о том, что Киев находится в среднем течении Днепра, ничего не знал. Потом, это в 1239 году он был, в среднем течении Днепра он все разорил, опять ушел к себе на Волгу. Следующий год, 1240 год, Батый сидит на Волге, никуда не ходит, никого не трогает. Следующий год, 1241, Батый двумя войсками, значит, пошел в Европу. Сам пошел с одним войском по Дунаю в Венгрию и там и остался, второе направление войска, там у него было Колдай и Пета, вот у него было два командира. Значит, он дважды разорил Польшу, то есть он сначала зашел, дошел до Кракова, разорил его и вернулся. Ну, ему нужно было выход в Балтийское море, ему нужно было выход в Балканы для торговли туда, то есть он в Венгрии современная. И второй выход ему нужен был на Балтику. Вот он Польшу разорил, все там сидел, починил, посадил себе князь и ушел обратно. Не успел он дойти до своей Волги, Европа объединилась, собрал европейские войска и опять они пошли на Польшу. Там были и пруссы, и немцы, и поляки, и маравы, там кого только не было. Там у них Генрих был такой князь, который руководил всеми этими, значит, европейскими войсками объединенными. Вот эти вот два компета, этот Галдай, в общем, они вернулись обратно. Было генеральное сражение в районе Кракова, значит, европейцы наступали, эти татары сначала оборонялись, потом в какой-то момент они перешли в Кондратарк, в общем, всех этих разбили, войска разбежались, а этого Генриха, значит, Моравского, естественно, убили. После этого эти части, опять же, через Краков обогнули, ну, там есть горлышко такое между Карпатами и Судеты. Вот между Судетами и Карпатами, там вот весь проход, вот там по-другому в Венгрию не попасть. Либо через Краков, либо по Дунаю, потому что как забор эти Карпаты стоят. И вот они там находился три года, все вот эти татары вместе с Батыем, они там находили 1241, 1242, 1243 год. Они там находился три года. Значит, и тут до Батыя дошли слухи о чудесном и красивом городе Киеве. Ну, наконец-то. Да, он узнал, что существует такой город Киев. И послал, у него был такой воевода, Магмет его звали. Вот этого Магмета он послал в Киев, как посла, чтобы он проверил информацию. Тот повернулся, говорит, да, действительно, есть такой вот красивый, красивый, каменный, богатый город Киев. Батыя посылает туда послов, увещевает, там, предложение торговли, туда еще. И вот эти вот князь киевский не придумал ничего умнее, как этих батыевых послов убить. Коварный князь. Да, значит, Батыя собирает войско, и вот он пошел на Киев, разорил Киев. И на этом вся летописная история Киева прекращается аж до 16 века. На 300 лет про него никто ничего не знает. За исключением того периода, который написан в Киево-Печорской лавре, вот этот называемый Киевский синопсис. Вот там вся история написана. Но там один митрополит сменил того, вот такая вся история. То есть, кто кого сменил. У них именно по-крестьянской вот этой всей тематике. Киев, о Киеве, о существовании, о том, что Киев был в каком-то, до 1252 года, батый не знал. Хотя перед этим разорил все среднее течение Днепра, два раза разорил Польшу и еще пришел в Венгрию. Но о Киеве он ничего не знал. Он разорил его только... Теперь, если мы возьмем... Он шел из Венгрии и вернулся обратно в Венгрию, батый. Если мы... Есть два пути. Через Дунай до Киева. Это получается 1600 километров ему нужно было пройти из Венгрии. Если ему через Краков, через вот этот между Судетами и Карпатами, через это горлышко, ему нужно было 1100 километров. Но если мы знаем, что он перед этим за год до этого два раза разорил Польшу и имел свободный выход на Балтику, то ему вдоль Балтики до устья современной Невы, а это путь из Варяга в Греки, путь из Варяга в Арабы, на будущее Гонзенский союз и все остальное, там 1500 километров. То есть ему без разницы было идти, что на Киев, на Днепре, что на условный Киев, который мог бы находиться в условном современном Санкт-Петербурге. Небольшая разница. Но это что будет для затравки. То есть он пришел, разорил и ушел. И это все очень может быть. Вся история Древней Руси, если мы берем новгородские летописи, она крутится вокруг Северо-Запада. У нас Псков, у нас Старая Ладога, у нас Углич, Гарич, все вот это верхнее течение Волги, весь Северо-Запад, Архангельс, туда-сюда. И если мы будем брать киевских князей, ну возьмем того же самого князя Игоря. Он же был у нас киевским якобы князем. Но при этом в летописи мы будем читать, что у киевского князя Игоря, его регент и его же воевода, жил в Старой Ладоге. И он был и похоронен, кстати, там же. А теперь представьте, что если князь киевский в среднем течение Днепра, а у него воевода в Старой Ладоге, больше тысячи километров. Это как так? Ну нормально, может так захотел. Нет. Воевода не может быть за тысячи километров. Да это понятно. Воевода должен быть где-то рядом. Дальше, если мы возьмем Андрей Боголюбский, известная личность историческая. Нам всегда пишут, что он князь киевский. Но на самом деле он же не князь киевский, он князь выжгородский. Нам говорят, что ну это такое дело, Выжгород это пригород современного Киева на Днепре. Но если мы начнем поднимать документы, может быть где-то мы его здесь, в районе Санкт-Петербурга найдем Выжгород. Оказывается найдем. Есть такой город районного значения Кингисепп. Он раньше назывался Ям, Ямгород еще. Так вот у него старое название Выжгород. Она до сих пор, вот эта вот Кингисеппская крепость, у нее детинец в центральной части, она до сих пор называется Выжгород. Если мы возьмем город Таллин, какое было старое название у Таллина? Ревель, до этого было Колывань, а до этого Выжгород. Все рядом, все здесь. Вот он Таллин 300 километров, вот он Псков, вот Старая Ладога. То есть, понимаете, вся история Руси, она где-то здесь крутится. Если мы возьмем район Санкт-Петербурга и понимаем, что в те времена реки Невы еще не было, а был пролив. То есть, по сути, Ладожское озеро озером не было. Это была часть Финского залива, ну, часть Балтики. И она же до 19 века Ладожским озером не называлась. Оно называлось Озеро Невы. И опять же, только, а сами местные жители его называли морем. Посмотри, финны его морем называют. А что такое Нева? Нева – это с сарматского языка морской залив, дословный перевод. Нам говорят, что это якобы с финского, новый там. Нет, ничего подобного. Если мы возьмем гидрографию 18-19 веков, исторические документы, даже в начале 19 века все об этом знали, что слово Нева, Нева, это с сарматского. А что такое сарматский? Это старославянский, грубо говоря. Это просто означало морской залив. Никакая, не новая, ничего там нового нет. То есть, все крутится здесь. Вот когда вы вот это все понимаете. Ну, опять же, возьмем былина, да? Возьмем былина. Нам же говорят, Илья Муромец, он же киевский, да? Он похоронен в Киеве якобы, да? Ну, во-первых, с этой могилой Ильи Муромца, оказывается, что там тоже все не так уж и правда. Значит, там оказывается не Илья Муромец, а Илья Муромец – это только название современное. А если мы возьмем исторические документы, там никакого Илья Муромца нет. Там есть Илья из Моравии, Илья Моравский. А что такое Моравия? Великая Моравия – это древнее профсоорианское государство Центральной Европы. Ну, вот опять же, современная Польша, современная Западная Украина, современная Венгрия – государство Великая Моравия. Это все, опять же, ноги. Почему Батый туда пошел? Потом она разделилась Великая Польша, Малая Польша и так далее. Другие же деления были. Так вот, Илья Муромец, он шел пешком из Чернигова до Киева 500 верст. Это так были не написано. Старая верста ровно 2 километра. Ну, там плюс-минус копейки какие-то. Если мы сейчас наложим, то есть мы понимаем, что он шел 1000 километров. Если мы сейчас открываем Яндекс.Навигатор, то от Петербурга до Киева как раз 1000 километров. Ровно совпадает. А от современного Чернигова до Киева на Днепре – 120 километров. Не совпадает, это нестыковочка. Опять же, что касается Ильи из Моравии. Это же летописи там же. Он с кем бился? С соловьем-разбойником. Мы понимаем, что это был крестоносец, который шел с христианскими... Ну, все, что оттуда идет, христианство. Он побил соловья-разбойника у девяти дубов. Что такое девяти дубов? Это какое-то капище было языческое. А кто такой соловей-разбойник? Почему? Ну, разбойник понятно, потому что отписали все христиане, христианские монахи. Там у них все разбойники, все нечестивые и все остальное. Кто не христиан, тот разбойник. Да, да, да. Что такое соловей? Прочитайте слово наоборот. Будет Волос. Кто такой Волос? Велес. У нас Волос, Волох. У нас река Волхов. У нас есть город Волосово. Волосовский район, Ленинградская область. Целый район Волосовский. И город Волосово. Это откуда? Это все оттуда же. Велес, Волос. То есть, опять же, мы приходим сюда. Ну, это современные названия. А у него же, вот этого бога лесного, у него же много названий. Там и пана, и черт, и курат. Как только его не называют это все. В разных традициях. Ну, даже архангельское название, это Санто-Клаус. Это же все оттуда же, ноги тянутся. Это уже не в те дебри идет. То есть, мы понимаем, что все крутится где-то здесь. И Баты, и вот эти все Андреи Боголюбские, и Ильи Моравские. Все, вот как магнитом притягивает вот сюда, в район современного Санкт-Петербурга. Давайте, может, какие-то топонии мы у нас здесь, в районе Санкт-Петербурга есть? Есть. Если мы откроем карты 17-18 веков, У нас, мы будем читать, был такой населенный пункт, это Киел. Даже целый, был Киелский погос, Киелтийский погос. Киел, это на современном польском языке клык, заостренный. В современном русском языке, это кол. Самоназвание города Кий, Кий, тоже кол. Кий, кол и Киел, это просто разные наречия одного и того же слова, которое мы сейчас в современном русском языке знаем как Кол. У нас здесь есть поселок Колтуши под Питером. Здесь самый пригород, сейчас нам на востройке уже можно сказать, что это городская агломерация. Так вот этот город Колтуши, поселок Колтуши, он раньше как раз и был вот этим Киелтисом. У нас есть поселок Куйвази, это рядом, еще 50 километров тоже здесь. Все это, ну вот Колтуши, а вот Куйвази. Так вот эти Куйвази на финский манер, это не только сейчас стали. А если мы возьмем документы 18-19 века, то мы узнаем, что этот же самый поселок назывался не Куйвази, а Куйваша. А Куйваша это на современный язык киевщина. У нас же сейчас Киев тоже не Киев, он Куев у нас сейчас. Понимаете, мы куда не приходим, мы попадаем на одно и то же. И опять же, мы сейчас думаем, что это отдельные населенные пункты, но если мы возьмем, в общем, административное деление 18-19 веков, то мы прочитаем, что это не название населенных пунктов, это название агломерации, которое включало в себя целые несколько населенных пунктов. То есть, по сути, вся территория от современного Финского залива, от одного берега до Ладоги, вот эта вся территория, вот этот перешейк, это все называлось Киевом. И на старых картах оно так и обозначалось. Киев или Киел. Понятно. Опять же, мы сюда приходим. Где он мог находить? Город Ниен. Город Ниен, шведский город, который здесь на локте раскапывают, который якобы основан в начале 17 века. Там, если не ошибаюсь, в 1611 году, если мне память не ошибаюсь. Значит, Ашетку Ниен. Это искаженный от Киев. Это старый, старый. То есть, это прошло какое-то время. Здесь как раз шведы в это время были, помните, 100 лет, да? Весь 17 век на этих землях были шведы. Только Петр Первый, здесь уже там Северная война, 20 лет воевали, Петербург здесь основали. Так вот, шведы прекрасно помнили вот это все. Но они уже подзабыли и своим картавым языком вместо Киев обозвали Ниен. Почему? И Е, значит, сама фонетика звуков, она сохранилась. И Е, И Е. Вот это созвучие, да? К и Н, если писать латинскими буквами, прописи о печатных машинах тогда не было, запросто перепутать. То есть, кто-то один написал, другой неправильно прочитал. Ну вот, а последняя буква, это просто огласовка, окончание, это уже от языка зависит. Понимаете? То есть, опять мы приходим к Киеву сюда. Если мы возьмем картографов европейских, да не обязательно и арабских, ни на одной карте ранее середины 16 века, Киева на Днепре не существует вообще. Киев на Днепре на картах на европейских, на мировых появляется только в середине 16 века. При этом, если мы возьмем карту Артелиуса, ну был такой вот картограф знаменитый, он сначала на Днепре рисует Выжгород, причем два их рисует. И только потом уже, причем на мировой карте он пишет, на мировой, на глобусе он пишет Выжгород, а уже на местечковой появляется у него Киев. То есть, Киев только-только появляется. А до этого, на европейских картах и на мировых, был, обозначался населенный пункт с синим Чья или Чия. Это был монастырь. Вот на базе этого монастыря в середине 16 века и возник современный Киев. Да, Киев, там люди жили, там никуда не денутся, там места красивые, козырные, да. Там был монастырь, да, христианский монастырь. И, да, кстати, насчет христианства. Если мы посмотрим Киевскую Печевскую лару, да, вот эту, Софийскую и все остальное, там же на куполах крестов нет, там солнышки. До сих пор. Если мы посмотрим наш Смольный собор, там тоже крестов нет, там тоже солнышки. И мы посмотрим архитектуру, это одно и то же все. То есть, понимаете, кто-то, кто был носителем информации о старом Киеве, он просто вот эту информацию туда переделал, какие-то знания были, и там все это восстанавливалось. А этот город, он погиб. Погиб он Батыем или Баты его добил? Вот это отдельный вопрос, который требует исследования. Потому что перед этим за три года, в 1239 году, погиб катастрофа Великий Новгород на Волке. Он просто был погребен селем громадным, на 6 метров его занесло. Сейчас историки его раскапывают и говорят, что это культурный слой. Ну, это глупость полная. Там была какая-то локальная катастрофа. Она могла затронуть, ну, если этот регион мы будем брать, она могла и этот Киевкой. Но он, видимо, выжил, потому что не просто так Баты послал вот этого своего посла Магмеда, для того, чтобы проверить, что там. Тот сходил, да, город существует, то есть, может быть, и пострадал, но не сильно. И тогда Баты послал вот этих своих послов с каким-то предложением. Скорее всего, он хотел доступ в Северную Балтику, потому что Южную Балтику он Польшу и так похорил. У него был выход в море, значит, Балтику. Ну, может быть, он хотел куда-то дальше торговать, там, еще что-то контролировать Баты. И вот своих послов заслал, а им секир башка. Все, вот и в этом история Киева и закончилась. Где был этот Киев? Значит, у меня есть две версии. Значит, первая версия, самая рабочая, основная, это современный город Пушкин. Он находится как раз на Большом Балтийском Глинте. Ну вот, а мы понимаем, что в то время там была береговая линия. Вот, и там, где сейчас находится Екатеринский парк, там остались следы укреплений, оборонительный ров, значит, вал крепостной. А он до сих пор, там башня, вот эта руина знаменитая, как часть этого оборонительного вала. Все это сохранилось. Если мы будем ходить в окрестностях этих листов, то там ходишь, там, ну, я ходил, там реально спотыкаешься. Там браморные колонны, до сих пор ходишь. Вот эта знаменитая Баболовская ванна, она как была найдена? Ее просто какой-то гремник в лесу шел, он в нее споткнулся. Раскопали, там ванна, быстренько на вес, чтобы ее там снегом не занесло, не расперло. Все, вот вся история этой ванны Баболовской, знаменитая, царь ванны, я имею в виду. Вот так вот. Это что касаемо... Кстати, у нас вот раз про язычество заговорили, на этих краях было язычество. Иван III, Иван IV, они же боролись здесь с язычеством. Там же было несколько указов по вот этой водской петине, по ижорским этим землям. Там здесь была жесточайшая борьба с язычеством. Выжигали целые эти леса, выжигали, там их выгоняли. А если мы, опять же, про Соловьяра-Обозника я сказал, если мы возьмем Соловецкий монастырь, если прочитаем наоборот, будет Волосов монастырь. То есть, опять же, все это здесь крутится у нас. Ну, это я так в общих чертах, чтобы люди просто поняли масштаб проблемы. То есть, не надо думать, что все так просто с Киевом. Нет, далеко не все так просто. Как там у Высоцкого? Все мозги разбил на части, все извилины заплел. Где там наши канадчиковые власти, где там наш очередной веков? Если люди этого не знают, для них, конечно, эта информация, это как ушат воды пролил. То есть, они вот нули обухом по голове. Вот те, кто этим не занимается, предмет. Для историков, да, они этим занимаются, ищут. Это очень долго, это предописные Киев ищут. Это предмет споров, исследований. Не все так просто, потому что польза как одной версии есть определенные, польза другой версии. Не надо думать, что вот эта версия с Киевом, она безупречная. Ну, я на месте санктирую. У нее есть слабые места, как у любой версии. Но у той версии, которая на современном среднем течении Днепра, у нее вообще у этой версии сильных доводов нет. У нее все слабые, все сомнительные. Здесь хотя бы артефакты есть прямые. Ну, понятно. Как-то я поднимал вопрос в одной из своих передач, вот об этом, о древности. И те, кто приверженцы древности Киева, сказали, ну, а как же так-то? Ну, посмотрите, руинные, даже если руинные, фундаменты, они же очень-очень древние в Киеве. Очень древние. Ну, так там же был монастырь, поселения были. И поэтому, получается, что говорить, что там не было ничего, ну, ты и не говорил, что там не было. А я не был. Да, вот, ну, говорят, там не было вообще Киева. Ну, говорю, ну, как, ну, что-то. Это раз. То есть, что-то там было. Что-то было. Вот. Мы можем себе предположить, что Киев, ну, Киев, да, Ев, это что-то такое, одно из древних названий, ну, например, как одного из, как сейчас говорят, Асгарда. То есть, царского Града, да, который, вот, Азова Града, и они могли находиться в разных местах. То есть, не обязательно, что вот именно здесь Киев и все, других вариантов нет. Что это вот какой-то град Азов, где вот откуда производилось управление. И он вот там вот за тысячу километров, здесь за тысячу километров и так далее. Можем мы предположить это, что это какая-то столица, название столицы. Ну, смотрите, Киева действительно много. Если мы возьмем 1154 года арабскую карту, знаменитую, да, которая на трех языках у нас существует, на арабском, на латинском, и еще есть перевод на русский. Только вот на территории современной Украины два Киева подписаны. Но они подписаны не именно Киев, а один написан Коу, Коу, а другой Коу. Ну, вот. Ну, это созвучие, но Киев ли это, не Киев ли это. И они в разных. Один на Днепре, вернее, там, один в районе современного Донецка, а второй в районе современного Херсона. Вот там они. То есть, они даже не на Днепре. Ну, вот. То есть, были города со схожими названиями, но какая у них транскрипция, то есть, изначальный смысл у них, мы не знаем. Потому что там же, помните, и князь Киесы с Лыбедью, со своей, там, что только нет. Версий много. Но если мы берем Лызлова, если мы берем еще какие-то другие летописи, там, или какие-то исторические источники, или переводы, то мы понимаем, что там этимология слова Ки, Кол, Киел. То есть, это Клык, забор, ну, Китай-город. А что такое Китай? Китай, да? Кол ограждение, да? Может быть, этих городов было несколько, но в данном случае идет именно о том временном пробежутке, это вот так называемая Древняя Русь. Вот об этом временном отрезке. Если мы берем более широкое, это все что угодно могло быть. То есть, Питерская земля – это Киевщина, да? Так она так и есть, она и на картах описана. Интересно найти варианты еще. Где у нас Киевы еще были? Где у нас еще Киевщина? Так, если подумали, вся Русь, да? Вся Российская Федерация, весь мир – Киевская Русь. Ну, так интересно. Не, ну, Киевская Русь – это технический термин, да. Ну, да, понятно. Ну, хорошо, благодарю за очень интересную информацию. Думаю, что наши радиослушатели и зрители встрепенулись мозгами. Там что-то скрипнуло у кого-то. Я был очень мягок. Корректирую. Я в подробности не уходил. Понятно. Ты как доктор особо не жал на больной. Я понял. Хорошо. Благодарю. Благодарю за очень содержательный и интересный разговор. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok